Субтитры делал DimaTorzok 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 Под образом дев Господь предлагает Притчу о милостыне, даже по причине великого достоинства девства, кто не стал пренебрегать другими добродетелями. «Знай же, что без милостыния, хотя бы ты был и девственник, будешь извержен с блудниками. И справедливо, несострадательный и немилостивый извергается, хотя бы он был и девственник, потому что блудника одолевает естественная и неизбежная страсть, а немилостивого, сребролюбия, страсть ненеизбежная и неестественная. Между тем, чем слабее противник, то есть страх любостяжания, тем непростительнее побежденный ею. И глуп сребролюбец, потому самому, что преодолевший телесное рожжение, побеждается меньшую страстью сребролюбием. Сон, месть, смерть, а замедление жениха означает, что второе пришествие последует нескоро. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 6 по 13 стихи. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». «Когда же пошли они покупать? Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часов, в который приедет Сын Человеческий». Толкование. «В полночь последует вопль, говорит Господь, дабы показать, что пришествие его будет неожиданно, так как в полночь мы все спим глубоким сном. Но оно будет вместе и с воплем, так как во второе пришествие вострубит труба. «Светильники – это наши души, равно как и ум каждого есть светильник, горящий тогда, когда имеет елей добродетелей. Означенные девы действительно глупые, потому что искали елея тогда, когда уже не было времени для купли. Мудрые сказали им, что бы ни случилась недостатка и у нас, и у вас, потому что добродетели ближнего едва достаточно для его собственного оправдания, а другому какую помощь она окажет. «Каждый оправдается от дел своих, а не ближнего. Иродивые пошли к продающим, то есть к бедным». И это имеет следующий смысл. «Они раскаялись в том, что не творили милостыни, и теперь только узнали, что от бедных нам нужно приобретать елей». Посему слова, что они ушли к продающим, чтобы купить елей, означают то, что они в душе своей обратились к бедным и стали размышлять о том, какое доброе дело, милостыни, и как они по своему безумию грешили против этой добродетели. Но дверь была уже заключена для них. Ибо после настоящей жизни нет времени для покаяния и делания. И Господь говорит им, не знай вас, потому что человеколюбивый и милостивый, он не знает безжалостных, да и в самом деле, как знать ему чуждых ему и непохожих на него. Знай также и то, что всякая душа имеет светильник и свет от Бога, и что все восстанут для встретения Господа, ибо все желают встретить Его и соединиться с Ним. Но тогда, как Бог дает свет и озарение, мудрые души подливают к Нему елей добрых дел, а у юродивых, оставляющих светильники без елея, от нерадения они гаснут. И эти души отвергаются, как не имеющие добрых дел, которые могли бы возжечь находящийся в них свет. Итак, если мы не делаем добра, то угощаем в себе свет Божий. Евангелие от Луки, 18 глава. Я что-то не понял, что ты прочитал. Еуродивые это плохо, что ли? Конечно. Ты нам что, открываешь глаза? На православие? У нас сплошные еуродивые. Евангелие от Луки, 18 глава. Еуродством проповедей Богу 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 Богу. То есть, разный смысл условия еуродства есть. Ну так, ты поясни, кто такие еуродивые. Да. Слово-то вы не слышали? Дети, кто дети сидят. Поясни, кто такие еуродивые. Ты говоришь, что они не угодны Богу. Я только что сказал, что еуродством проповеди угождали Богу о Христе. Но смысл разный. Еуродство бывает. Евангелие, поясните, пожалуйста, по-русски. Еуродство, что это такое? Что именно не угодно Богу? Я по-русски скажу, что это делать не надо. Люди сидят все и молчок. Антракт молчания затянулся. Это дома готовить, как Третьяков готовил. В Затонусе все по-славянски. Он дома отмечает эти места и читает. Перестаньте это делать. Дома каждый прочитает. Остановился, стоит. Дома надо было подготовиться. Они здесь. Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 по 23 стихи. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не пролюбодействуй, не убивай, не пролюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небеса, и приходи, следуй за мною. Он же услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Человек сей, по мнению некоторых, был какой-нибудь злой, хитрец и искал, чтобы уловить Иисуса в словах. Но вероятнее то, что он был сребролюбец, поскольку и Христос обличил его именно таковым. Евангелие от Марка, 10 глава, 17-21 стихи. Итак, человек сей был любостяжателен. К Иисусу приходит же он с желанием узнать о вечной жизни. Быть может и всем случаям он руководился страстью к приобретению. Ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Итак, он думал, что Иисус укажет ему способ, по которому он будет вечно жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечно есть не стяжательность, то он, как бы, упрекая себя за вопрос, Иисуса за ответ отошел. Ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатство на много лет. А когда он должен отказаться от имения и жить, по-видимому, в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни? Приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю. Поэтому Господь, чтобы показать, что к нему не должно приходить, как просто к человеку, сказал, никто не благ, как только один Бог. Ты, говорит, назвал меня благим. К чему же еще припавил учитель? Кажется, ты принимаешь меня за одного из многих. Если же так, то я не благ. Ибо из людей, собственно, никто не благ, как только один Бог. Поэтому, если хочешь называть меня благим, называй меня благим, как Бога, а не приходи ко мне, как просто к человеку. Если ты же считаешь меня одним из обыкновенных людей, то не называй меня благим. Ибо один только Бог поистине благ. Есть источник благости и начало самоблагостыни. А мы, люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию его в благости, имеем доброту смешанную и способную преклоняться на зло. Закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем. О том же и то, во что впадают немногие и нечасто. Например, прелюбодейство, поскольку оно есть огонь с внешней и с внутренней стороны. Убийство, поскольку гнев есть великий зверь, а воровство менее важно. И во лжествительство можно нечасто впадать. Поэтому первые преступления запрещаются прежде, так как мы легко впадаем в воны. Хотя в других отношениях они более тяжкие. А си, то есть воровство и лжествительство, закон поставляет на втором месте. Так как коны совершаются нечасто и менее важны. Вслед за семи преступлениями закон поставил грех против родителей. Ибо хотя грех этот и тяжек, но нечасто случается, так как нечасто и немного, но редко и мало оказывается таких зверообразных людей, чтобы решились оскорблять родителей. Если что-нибудь останется, ты, значит, раб того. И раздай не родственникам и богатым, а нищим. По моему мнению, и слово раздай выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как попало. Поскольку же при нестяжательности человек должен иметь и все прочие доброветели. Поскольку Господь сказал, и следуй за мною. То есть и во всех прочих отношениях будь моим учеником, всегда следуй за мною. А не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет. Не безосвестно мне, что великий светильник вселенной Златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной жизни и любил он ее, но одержим был сильной страстью с ребролюбиям. Однако ж неуместно и предложенная теперь мысль, что он желал вечной жизни, как человек любостяжательный. С 24 по 30 стихи, 18 глава Евангелия от Луки. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!» Слышавшиеся ей сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу!» Кто-то же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою!» Он сказал им, «Истинно говорю вам!» «Нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей ради Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни вечной толкования!» Не сказал он, что богатым невозможно войти, но трудно, ибо таковым не невозможно спастись. Раздав богатство, они могут получить небесные блага. Но сделать первое легко, потому что богатство связывает крепче клеи, потому что кем оно возобладало, трудно отказаться от него. Ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно. Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богатому спастись, а первое невозможно, то тем более невозможно спастись богатому. Что же нужно сказать? Прежде всего, что богатому действительно невозможно спастись. Не говори мне, пожалуй, что такой-то, будучи богат, раздал, что у него было и спасся. Он спасся не в богатстве, но когда сделался бедным. Или спасся как домоправитель, но не как богатый. А иное дело домоправитель, иное богач. Богач сберегает богатство для себя, а домоправитель уверенно богатство для других. Ибо лучше, если мы откажемся от всего, или если не откажемся от всего, то, по крайней мере, сделаем бедных соучастниками. И тогда невозможное сделается возможным. Хотя не отказавшись от всего, нельзя спастись. Но по человеколюбию божию возможно бывает спастись и в том случае, если несколько частей уделить на действительную пользу. Ты не на то смотри, что оно мало, но что это малое заключало в себе все средства человека к жизни. И что как ты надеялся на многое и великое, так он этим немногим и малым надеялся поддержать всю жизнь. Не говорю уже о том, что имеющий мало имеет большую к нему привязанность. Это видно на отцах. Имея одно дитя, они обнаруживают к нему большую привязанность, нежели тогда, когда у них детей бывает больше. Так и бедный, имея один дом и одно поле, сильнее их любит, нежели ты многим. Спасибо, Хрисус. Спасибо, Хрисус. Мы к вопросу о юродиах сейчас будем вернемся или позже, когда подготовимся? Там Тихач сказал, дома прочитайте. Да он не про это сказал. Не про это? Сразу? Ну да. Мне думается, что надо поговорить и сегодня об этом тоже. Почему? Мы же не раз об этом говорили. У кого есть какие-то мысли? Брат, смотри, никого у тебя есть. Да он, Игнать Тихача. Я хотел просто показать вам, что не все так просто в этой жизни. Видите, они названы юродиевыми. А чем они отличаются, эти пять дев от тех, которые делали добродетель? Они тоже хорошие были. А почему-то их назвали юродиевыми. Ну, если юродиевые с этой стороны и с той стороны хорошие, ну тогда и эти бы тоже назвали юродиевыми. Эти бы назвали юродиевые с маслом, а те юродиевые без масла. Но, однако, он, блаженный феофилак сказал, эти юродиевые. Эти, которые были? Юродиевые. Что это? Юродиевый человек, но у него вроде как не хватает чего-то. То есть нехватка чего-то. Ну вот, показали. Ну а сейчас у нас это слово переброшено. Нехватка чего-то. Нехватка чего-то. Нехватка чего-то в жизни у юродиевого нормального. Который там Андрей Блаженный. Ну, слово Блаженный есть еще, но назвали юродиевыми. Все равно назвали юродиевыми. Так что. Если брать по блаженному феофилакту здесь, то это бы слово не надо было бы употреблять нам. Но Блаженный феофилакт не знал, что у нас столько будет юродиевых. Простим ему. Поэтому придется принимать как есть. Вот есть такое выражение. Юродиевые хрестараде сейчас сестра сказала. Вот обязательно хрестараде быть юродиевым. Игорь, не хватит. Вот Валера. Юродиевый, то есть безумие. И хрестараде не хватает в голове. Здесь их, может быть, юродиевыми назвали, потому что у них в ума не хватило взять запас масла. Мелочь такая, а они уже, как говорится, промахнулись. В дыре не попали. В народе всегда было сострадание к больным людям. И особенно к тем людям, которые были неполноценно в психическом состоянии. То есть больные умом, как говорится, тихо, но помешанным, как у Высоцкого. Но к ним всегда было сострадание. Однако многие брали на себя, не будучи таковыми, а как бы подражали таким больным людям. Получается, притворялись, прикидывались больными. Именно так. Лукавство было. Например, вот вы видите, вроде как она, скажем, Ксения Петербургская тоже, переодевалась в мужскую одежду, и ее признали юродивой. Ну, не знаю, насколько она была юродивой в этом плане, но, однако, назвать это подвигом ради Христа, нарушение Слова Божия, ну, это никак не вяжется. Какое же тут служение Христу? Поэтому юродство, оно разное может быть. А еще, если бы раз сейчас упомянул о том, что юродство проповеди, о юродстве проповеди, да, кажется, совсем другое. Это отношение людей мира сего к людям, которые несут проповедь, Слово Божие, Евангелие. Они считают их, как раз, они считают их сошедшими с ума. Да, мы сошли с ума с того ума, которым идет весь мир, погибель. С мирского ума. С мирского на духовный. Да. С мирского ума перешли на духовный ум. И они по-другому, этот мир воспринимает нас, как юродивых. Вот это и получается юродство проповеди. То есть мы как бы юродивые, но на самом деле мы не таковые. Мы просто несем Слово Божие, потому что мы уже тот мир, который идет на погибель, мы его не признаем. Мы признаем, что он погибнет, и поэтому идем другим спасительным путем, который нам дал Господь на кресте. Ну, в общем, это как слово фанатизм получается, юродивый. Нет, нет, я не в этом плане имею в виду. Я говорю, что как люди его трактуют, это слово. То есть фанатик – это человек, который до конца идет за свои идеи. До конца. А с другой стороны, фанатизм тоже и игиловцы, они тоже террористы, фанатики. Они до конца идут за свои идеи. Но они подрывают людей наоборот, а не за людей. И еще хотел сказать, что вот это самое юродство, которое у нас очень сильно развито было на Руси, оно не способствовало развитию православных христианских братств. Ну, или община. Никак не способствовало, потому что чисто верующий человек должен быть, по отношению к вере, он должен быть немножко, как бы вот что-то такое творить непонятное. А вот как, допустим, Николай Николаевич Неплюев, который решил в конце 20-го века, 19-го века показать, что община может быть и из чисто тружеников состоять. Вот он показал. Община просуществовала до 23-го года, пока большевики ее не разрушили. И с очень интересной историей. Если бы мы ее знали, может быть, до того, как мы сейчас познакомимся с его жизнью этой общины, может быть, нам это бы сильно помогло. Но большевики все это спрятали глубоко. Ну, а неверие помогло еще больше. Я думаю, что если бы сейчас мы встретились с этими людьми, мы бы могли дружить прям с ними. Потому что они бы нас поняли, а мы бы их поняли. Спаси Христос. То есть, сатана, он очень мудрый. И одно и то же слово можно представить в одном виде и в другом виде. А что ты выберешь, это уже от тебя зависит. В какое юродство ты. Юродство проповеди – это одно юродство такое, как... Ради Христа. Вот это ради Христа. Ради тела своего. Но это совсем другое. С другим знаком уже. Со знаком минус. И сказал безумец, нет Бога. Сказал, юродивый, нет Бога. Так, ну, о болящих. О болящих Татьяна Кузьмишна. Я сейчас скажу вам. Тамара у нас ложится в больницу 30 января. У ней глаз один не видит. И, видимо, операцию ей будут делать 10 дней. Она предполагает, что ее... Это, наверное, в больнице Тросмаш, потому что я спрашиваю ее, в какой больнице. Она пишет автобус номер один. Да, автобус номер один. Ну, вот, это по Тамаре. И еще я хотела сказать, это у Маргариты дочь Наталья. Очень тоже в тяжелом состоянии находится, затыхается. И помолитесь о ней тоже, воздохните. И вот надо было мне так заболеть, чтобы узнать, сколько людей. И молятся за меня, и я не знаю даже... Конечно, молимся. Господи. Да. Волнуюсь. Вот мы позвали... Игнатий Тихонович выставил только ролик, где я, ну, я спокойно вроде сказала, там, помолитесь, и все. Рая в понедельник молит, и на Рая звонит. Ну, хороший разговор там получился, все. Вот что смотрят они все ролики. Прямо тут же, видимо, вот, скучают. Всем низкий вагон передает. И позвонила, в пятницу позвонила мне Наташа Приходко. Я, конечно, не ожидала. Голос, думаю, вроде бы знакомый голос, а не узнаю. Вот, очень тяжело ей. Очень тяжело. Помоги, и экстрементная моря. Да, у Пиков-то, вроде бы, немножко по улучшению было, а потом снова сейчас вот воспаление. Она его сама лечит. Она столько мне там советов, прямо тут насоветовала. Вот, и... Она с Богом. Такие там у нее моменты в жизни бывают, что она вот, какая она молитвенница, как она молится. И Господь ей просто дает силы эти. Господь дает ей силы эти. Да. И я всем очень благодарна. Благодарна очень Виктору Андреевичу. Если бы не он, я бы уж не знала. София Андреевича, перестаньте. Поэтому и всем-всем благодарю за ваши молитвы. Потому что я вот сейчас и к вам пришла, и все, потому что это только ваши молитвы. Честное слово. Слава Христу, Аллилуйя. Аллилуйя. Но все знаете теперь уже, что... Да, Центрикосменична 4-го числа госпиталитируется, и там дальше будет вид. Сейчас дополнительное обследование проходит, которое нужно анализ, и которые вот непосредственно перед операцией должны быть проведены. Бунка из фанцерии. Болячих нечет. 77, да. Еще мама всем передает, с воскресеньем Христом поздравляет, поклон передает. Вот она проходит шестой... Шесть раз ее облучили, вот это радиооблучение. Это не химия. Лучевая терапия. Лучевая такая-то, да. И она сказала, был даже такой момент днем, она вообще не чувствовала боли. То есть начинаются какие-то уже там процессы. Но ей сказали, что, говорит, десять раз будет, и уже почувствуете, что будет вам легче. Потому что вот она лежит специализированной вот этой клинике, где занимается именно вот такими вот, такими опухолями вот этими, странными. Ну, у ней такая немножко, он непонятно, он пошел и уперся в позвоночник. И от этого вот у нее все начались боли. Ну, сейчас вот ее оставляют в больнице, так-то их отпускают на субботу-воскресенье. Ну, подошла ее врач лечащая и говорит, я, говорит, так посмотрела, говорит, вам бы, говорит, не надо, говорит, никуда ездить. Даже, говорит, пускай вы ничего не принимаете здесь у нас в субботу-воскресенье, но вы, говорит, все-таки, тут как-то под наблюдением и спокойнее вам. Ну, и мама говорит, да, я, говорит, сама хотел вас попроситься, чтобы остаться. Она говорит, ну, оставайтесь, никто вас не будет. Поклон не передавай, что молимся. Ну, она молится, да, за всех молится. Она всех знает. Так, ну, в ближайшее, прошедшее время, вы знаете, произошло событие, которое всех нас обеспокоило, и вместе с тем это событие, как бы, как ни странно это звучит для нас, и вроде его, но это радостное вместе с тем событие, потому что закончились эти мучения раба Сергия из Воронежа. Так что, молитесь все об упокоении его души. Вот. И молитесь о его матери Татьяне, чтобы Господь дал ей силу и терпение перенести эту утрату безропотов, уныния и отчаяния, чтобы ей даровал Господь истинную православную христианскую веру спасительную, основанную на страхе Господнем и Слове Его Святого. Постоянно молитесь, чтобы у нее весь смысл жизни заключался в том, что она была рядом с Сергием эти все 17 лет. 17 лет? Я почитаю, с 30 до 46 лет. 17 лет, да, Игнат? 17 лет. 17 лет. У Насти было полгода. Полгода у Насти. Да, вот роботов еще нет. Не знаю, что у них там, по какой причине. Они написали смысл за Милой идти полтора километра по сугробам, они дома остались. Там не были по черноте. И там Нечещина, воскресенье. А себе прошу помолиться. 31-го в четверг я вылетаю в Москву. 31-го, 1-го, 2-го возвращаюсь. Как Господь, да. Вы путешествующие идете? Да, путешествующие, да. Да, 3-го я здесь должен быть. Одевайтесь хорошо. Тут морозы ударят под 40. Тут-то, там-то, Москву. Ну, и-ка сюда вернется и как раз. Нет-нет, здесь будет уже с завтрашнего дня начнется. Завтра уже 30 градусов. Ну, и помоитесь о моей внучке Таисии Хворае. Там вокруг все мои, все больные. И, конечно, досталась ей эта инфекция в температуре до 38. Еще у кого есть слово? Можно я еще скажу? Хочу сказать, что вот не за горами последние дни. Вот такая странная сейчас идет, политические события идут. Я вам скажу, что молились. Вот две войны начала немецкая страна. Две войны. Ну, а сейчас вроде как бы было, что немцы, кто такие немцы сейчас? Ну, немцы, помню. Мерседесы выпускают. Так вот, три дня назад Ангела Меркель с Макроном подписали договор о образовании франко-немецкой армии. Едино. И раньше не было у них. У них были армии, в НАТО ходили. Такой комплекс есть, НАТО европейский, который подчиняется в основном Америке. Они образовывают свои армии сейчас, свою армию и единую. И опять немецкая страна выходит на первое место. Но вы знаете, что еще впереди нас ждет Третья мировая война. И так странно было, что ее должен был организовать какой-то другой народ. Но сейчас все идет к тому, что немцы... Ну, вот так вот дано этой нации такое почему-то. Ну и дальше знайте про Россию, про нас. Кто сталкивается с немцами? И с французами. Молимся, сколько Бог даст в мирном небе. Сказалось, что с Америкой столкнемся, ведь немцы появились. И с китайским мало. А как они же сравнили? Один Бог знает, как оно все будет. Дай Бог нам перенести это все и остаться верными его святой Божьей. Игорь Тихонович, Вам слово. Господи, Господи. Знаете, что я, Сергей Георгиевич Козлок, меня просто составил специальный ролик о нем рассказать. Мы были в очень близких отношениях. Ну, как это близко? Это переписка. Ездили мы там. Отец Аким ездил, Виктор Андреевич. Ну, приехали и уехали. А у меня именно переписка была. Какая она переписка? В моем мире такая система, как Одноклассники, но она намного лучше. И мне пришлось все оттуда скопировать и перевести в книжный вариант. Это примерно 550 страниц книги. Вообразите такую переписку. Это почти вот такая книга, то что мы с ней переписывались? Это почти 7 лет без одного места. 7 лет. Дальше не считая, что на 180, кажется, страниц это в скайпе еще мы беседовали, не считая роликов, которые нами записаны в взаимной беседе. Вот как не болеет, он всегда может зайти, никогда без спроса не занимается. Ну, бывает, звонит, а я совсем другим занимаюсь делом-то. Приходится тут срочно что-то делать. Он всегда жду. И был один момент, недруги, которые против меня воюют, они все на него навалились, на болящую. Ну, люди потерявшие, все уже. Боли его трудно описать. Я немножко так и скажу о нем. Но главное, что они его немного поколебали. И вот тогда следующая беседа была и давай каяться. Я вот на этих послушал. А кто они такие? Вот тут здесь вопрос большой, и я вам скажу, что мне нужна помощь ваша молитвенная. Может быть, со времен революции никого больше так не поносили, как меня. Перешагнули все грани. Священники специально сидят, ничего видимо не делают. Ролик за роликом готовят. Было такое, что на Христа говорили с силой князя Бесовского, дальше не пошли. А эти нет, именно Вильзиул сам. Было, что так, силой Бесовской где-то, от сатаны. Но Христа никто не называл ни Вильзиулом, ни сатаной. Не было. Здесь все на меня такими словами. Священник, одетый, по форме. И он начинает. Вот сейчас, слышали, говорил? Услышали? Вы поняли, кто это? А сам одетый вот так, бешеные, это глаза. Это не, 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 не может сказать. Не с человеком говорили, это бес. Это, это, это сатана. А что это такое? А я сразу вспоминаю Исидора Пелосиоте. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Запомните фразу эту. Предвзятость, он заранее настроен, нет здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Другой священник, так, я один ролик о вас выпустил, сейчас второй готовлю, и берут с моих материалов. И ни разу, нигде не сказали правду, одни клеветы. Это надо думать. Если вы интернет зайдете Игнатий Лапкин, то одно, допустим, которое наше, а там 99, которое против. И что только не придумай, даже вообразить невозможно. Откуда, что это? Ну, это награда, радуйтесь и веселитесь. Я знаю, для меня никакой роли нет. И последнее, когда Сергей Козлов парализованный, уже больной, совсем был больной. У него прободение двенадцатиперстные кишки, мне сообщили оттуда, мать. И перитонит начался. Сдуло живот, наши люди в Вячеслав ездили, они мне материалу скинули, я уже выставляю кое-что. Его даже начали называть таким бесноватым, то, что он со мной знает. Он тогда сразу отошел, и глаза открылись у него. Это что делается? Это нельзя даже вообразить. Ну, я понимаю, что положительно то, что на мне задействованы такие силы, допустим, во время войны там танковая бригада, второй фронт, против одного места, где там находился, допустим, Жуков, они, чтобы проломить в это место, как на Курской Битве, сосредоточение. Так и здесь. В это время они ничего нигде делать не могут. Вот Максимов Георгий, там. Максим, кажется, Георгиев, или Георгий Максимов, по-моему. Он отвечает на вопросы и спрашивает, а что Лапкин? Он никогда не слышал. Лапкин? Он сразу вот так вот, такие бешеные глаза у него. Еретик. Все, да, православный. В общем-то, я не могу сказать. Я не встречался, не знаю. Я такого не видал. Перемена мгновенно. При произнесении моего имени и фамилии они совершенно теряют человеческий облик. Легион. И вот я хотел кое-что зачитать. Это я сейчас нашел. Философ один, Вангрибл Уальд. И он говорит, я слышал о тебе столько клевет, он слышал о нем, в ваш адрес, что у меня сложилось несомненное мнение о вас. Вы прекрасный человек. Столько клевет, ни на что не бывает. А не обязательно что-то там, дорогу перешел. Теперь я должен сказать о себе, а как я дорогу не перешел? А это стоит сказать. Вот началась, когда перестройка, представьте, а я вы... Ну, меняется строй где-то, а я потеряю тебе там, костер там один. В это время приезжает кто-то, секретарь партии, из горкома, из других областей. А потом мне с кем приезжал, привозил Игонин, главный агрон, зоотехник был, рядом Кадникова. Он говорит, в прошлый раз помните были кто? КГБ, из КГБ приезжали там, кто-то другое. На мне, которые были задействованы, они все получили большие звезды. Был майор Леденко, потом сообщают, стал генерал-майором в охране Ельцина. И спрашивали, какой строй должен быть. Никто не знали, куда шевелюсь, это после социализма, это коммунизм, развалился. Вы знаете, один рассказывает, мужик, он думал узнать, какой коммунизм будет как. Подходит, вот 70 копеек стоила кружка пива, он спросил, сколько здесь литров в бочке. Женщина сказала, он выложил деньги, как всю бочку покупаете, Так я не могу, куда? Тебе не надо, ты иди гуляй, а в общем, ну, к концу работы подойдешь, пустую бочку возьмешь, деньги и отдал. И сразу сказал, давай кричать и говорить, бесплатно даю пиво, бесплатно. Ну, один подошел, думает, обманут, выпил, пил, народ подошел в очередь, начали толкать друг друга, драка началась, позажившина, милиция переехала, давай растаскивать, ну, и главного виновника взяли. Ты-то зачем это устроил, а что я устроил? Я сказал, бесплатно, и все говорят, да, вот вы как говорил, а ты людей отравил друг на друга, да вы что, да откуда? Когда его отпускают домой, тогда вызвал начальник, говорит, между нами скажи, для чего ты сделал? Знаете, я уже на пенсию скоро пойду, говорили, будет коммунизм, каждому по потребности, я вот хотел узнать, какой же коммунизм будет? На опыте показали, вот сегодня разрешается людям, что, где и как говорить. Интернет позволяет одновременно выходить в разные государства. За мной исчисляется очень много. Они берут такое, вот я открыл это, вот это лежат, главные виновники оказались в книге. Я был, со двадцатого, мой крестник, священник, там у него жена, Нино. Я возьми, да и проговорились, в гостях книги, все они написаны в пророческом духе. Я не пророк, ну, я в пророческом духе, я не мое это дело. И она мгновенно от меня отошла и стала, да это вы говорите, да кто это позволил? И не ее дело, как говорится, бабье-то, а она не может мужу и усыновить ничего. Они в пророческом духе написаны. В общем, а что-то сказано сбывается. А сказано не один раз, а сотни раз здесь. И вдруг мне скидывают такой материал, я не хочу, ну, вот я еду на дороге, допустим, едем в Португалию, мы в это время смс, про Теири один сбрасывает. Сегодня чтение, Павла считала, вторая Коринфян. Я более всех потрудился, я более в гонениях, более там перечисляю где. Я не хочу, но поворачиваю на вас, он хорошо относится. Это о вас Павел написал. Ну, не знаю, но так Господь сделал-то. Биографию сам человек не может написать. Я не могу сейчас миллион дам скажут, возьмите меня в тюрьму, я там буду проповедовать. Не получится. А вот именно здесь, они считают, от Москвы до Дальнего Востока один я только сидел, больше никого не было. По этой статье. Чтоб столько в то время за мной числилось. И, конечно, они были очень недовольны. И вот нашелся один человек. Вы кто знает? Митар Тарабич, кто такой? Поднимите руку. Серп, это серп. Серп. Я читаю. Сегодня нельзя было. В народе, живущем далеко на севере, то есть не южный народ должен быть, появится маленький человек, то есть не профессор, то есть никто и никак, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию. Но вокруг него будет много лицемеров, поэтому ему будет очень тяжело, тяжело, трудно. Так. Но никто из тех лицемеров и знать не захочет, что этот человек наделен особой благодатью. Но от того человека останутся мудрые книги. И все сказанное в них исполнится позднее, и люди увидят, как и обвинят себя, как они ошибались. Понимаю, что по пунктам разбираюсь, севера, маленькие книги, я отвергаю от себя это. Но на сегодняшний день я вижу, что-то невероятное творится. Особенно полгода примерно назад. Вчера мне скинули еще новые материалы, священники. А почему патриархия никаких мер с ним не принимает? Все данные, говорит, есть. Никто не может понять, почему патриархия обо мне не вынесет свой вердикт. Ну, предать анафеме, там, то другое. Они пишут это, священники туда. Пишут этому митрополиту. Я говорю, как бы нас не разлучили. А он в Потеряевке был, он вот так руки сделал, показал. Стучат рогами. Нашего митрополита на меня на кражу идет. Он улыбнулся и все. То есть они ни перечем не останавливаются. Но что сейчас у них делается, они вспоминают. Даже архиереи, митрополиты. Я каждый год на Пасху писал послание, какое должно быть крещение, что надо изменить. Писал патриарху, вон. Кто писал в то время? А зачем вы писали? Я не хотел этого. Как Иеремия говорит. Я удерживался. Ну, внутри меня как разлитый огонь в костях моих. И я продолжал крещать об этом. А сегодня купель начали строить. Вот сделали здесь купель-то. И ко мне на занятия поставили человека. Скажите, купель построили. Вы людей привещайте к капелью. Купель прийти. Сначала катехизацию дайте им. Чтобы они Христа приняли. Мне открылось. Сергей Козлов последние дни выставил два ролика. И написано «Чат-рулетка». Опускаюсь в щат-рулетку. Я-то не разобрался. Я подумал, опускается в ад. Я думаю, где же он нашел таких грешников, что у заранее это в аду. Щат с буквой «Т». Ну, попросил тут, чтобы мне Володя помог. И нашли этот ресурс. Не надо регистрироваться, ничего. Только там нашел, где выткнул. И ты сидишь. Дальше. Включаешь. И перед тобой тебя две... Включать и выключать. Две горстья клавиши. Включить. И по одному идет. Ну, секунды на три. Появляются люди. И он увидел меня, что я сижу с бордой. Он сразу раз перенеснул. И он сразу исчезает. Дым. И он исчезает. Замельтешило. А если я ему понравился или заинтересовал, он останавливается. Я кричусь и говорю «Слава Иисусу Христу!» Вы хотите что-то больше знать о спасении? О том, что Христос пришел на землю. О благой вести. Что будет суд Божий. И это близко все. Да. Вчера один зашел. Я не мог принять. Я разговариваю. А он еще откуда-то звонит. Я тогда сказал. «Подождите». Ему сказал. «Вы подождите. Я не знал кто. Оказывается, уверовавший цыган. Я вас столько слыхал. Я столько считал. Ну и вчера мы с ним поговорили. Звайте его Артур. Попросите молиться. Цыгане. Он хочет выйти из этого состояния. А он обратился. Уверовал где-то в секте. В душе ничего у меня нет. А вот тут видят. Вы счастливый человек. Это все понимают. Ну, оно написано на человеке. Артура. Мать у него Мария цыганка. Помолиться. Мангурья со своим народом где-то быть. Я подробно расспросил. В интернете высадь. Дней через 10 будет. Так. Вы слышали, что сказал этот Митарт Арабич? Я бы его не знал, если бы мне не прислали их из Сербии и из других мест. А зачем они это прислали? И будет много лесомеров, и будет тяжело. Но придет время они поймут, но уже ничего нельзя сделать. Книги лежат мало. Этот цыган сразу спросил, когда я могу в руках выписать книги ваши. Дальше. Еще один человек находится. И он говорит. Подобно тому, как древнему Израилю посылал судей и пророков, в Библии написано, так же и в церкви своей Господь находит людей, будет посылать людей с исключительной благодатной отдаленностью, как бы пророков, сильных духом и верой. Верой из большой буквы. Но эти люди не будут обладать никакой властью, а будут выдвигаться известными благодаря своей предприимчивости и духовной силе. Но это предводительство не имеет утвержденного церковью характера и не является установленной церкви должностью. И не всегда держится в служебных рамках. То есть никак, ничего. И в то же время трудные обстоятельства будут. И люди, которые Господь будет выдвигать, они будут их вести дальше. Как и всякое пророчество, оно есть исключительный подвиг таких людей. Делом их личной, внутренней и духовной предприимчивости. И ревности о Боге. И церкви Божией. Мне это не разкидывает. Кто это сказал? Интересно. Митрополист Сергий Строгородский, который никогда моим другом не был. Ну, вот такое вот есть. И теперь, глядя, сколько вот этой хулы идет, проклятие в мой адрес, я понимаю, тут что-то есть. Я и сам себя не знаю. Я просто живу, открыто. У меня ничего не скрывается. Вот так. Но люди на этом останавливаются. Но и Господь находит людей. Сейчас, может быть, будет такое, что книги будут переводить на английский язык. Попытки были, не удалось. Два человека приезжали у меня, здесь были. И нынче вот с этим, который Надежда Александровна давала, Митчелл, Стивен. Мы переписываемся, и я ему материалы скидываю. Он хотел приехать сюда, у него 14 детей. Я посмотрел, какая у него усадьба, а то другое, куда тут ехать-то. Но у него замысел какой-то, что он знать будет русский язык, дети будут знать, и, видимо, среди русскоязычных будут они там проповедовать. Как вот эта рулетка. И там, примерно, из 100 человек 90 мусульмане. И там написано, что на него идут русскоязычные. Я их спрашиваю, а почему здесь? Они не могут ответить. Почему здесь? И раз там ничем не контролируется, ну, правила выставлены какие, чтобы не было. Они фотографируются вот так, чтобы не видно было. Дали там свои органы, нижние показывают, раздетые. Ну, то есть, и девчата, и ребята, и каких-то нету. И вдруг раз, выходят на нас. Мы маленько промахнулись. Мы не знали, когда меняются кадры, а включенные, выключать не будешь. Мы не знали, как это делать. И поэтому, хороший говорит, между меня хорошими действует нехорошие. Они быстро перейдут. Но я даже не видел, что там есть. И там не потребно было. И мне сразу два человека, знаете, сообщили, немедленно надо убрать. И нашелся специалист. Я вырежу, я говорю, скорее вырезай там, что там есть. Он увидел, совсем нехорошее. И он сделал ролик под правилами. Я утром его поставил. Вот в этот чат, то, что Сергей Козлов спустился туда. Два ролика составил. А его нет. И я теперь понял. Я молюсь, и мне как откровение дается, что мы самыми близкими друзьями были. Мы со слезами расставали с ним. Встречали друг друга, издалека обнимали друг друга. Понимаете, что в переписке целая книга только написана. И я понял, он не успел сделать. Я говорю, Господи, дай мне этот талант, который у него был, и он тебе не нужен, опустить в эту рулетку. Вот два ролика составил-то. И ты разговариваешь, свидетельствуешь людям, которых ты никогда не знал. На один ролик, примерно, это 10 человек. С 10-ю раз беседую, и мы дальше не можем говорить. Ну все тогда там, называй свои ресурсы, заходите на наш YouTube. Он называется «Во свете Библии», «Открытым оком» Игнатия Лапин. Все, ты сразу попадешь. И некоторые прям тут же набирались, заходили. Я встал молиться второй раз днем. Нет, мысль опять та же самая. Я опять помолился. «Господи, дай мне этот талант». И вдруг мы с Володей стали два ролика в день набирать, утром и вечером. И уже составлено 8 роликов. Они будут на той неделе, через неделю, может, поставят только. Новые люди, и какое к ним идет свидетельство. Те, которые желают принимать. Один там покинут, я не знаю, он священник или кто-то, один. Как он попал на этот, его видно. И дальше разговорились, он только не отходите. Другой, подождите, я еще вот это хочу сказать. Ищущие люди. Для меня, то есть, новая дорога открылась в том месте, где я никогда не был. И об этом тоже помолитесь, чтобы талант, который, я просто выражаюсь, талант, которым обладал Сергей, два дня, чтобы этот талант был у меня. Притом, с этими людьми не встретишься. Там цифра показывает, мы начинаем только разговаривать, и показывает 105 тысяч человек. Но у них никогда не выйдут. И они уходят, и ни адреса, ничего нет. А некоторые выходят, а дальше-то я им даю, куда выходить наши ресурсы, а потом через скайп можем дальше беседовать. То есть, никуда не ездить. Я дома по всему свету сейчас еду. Мне нужна в этом помощь. Относительно Сергея. У него заходят люди совершенно, как бы, зачем они, они никакого отношения не имеют. Ну, Саша, вообще никакого. С ним беседуют. С ним многие желали побеседовать. Я решил узнать, сколько у него таких роликов. Разной национальности люди были. Мужчины, женщины там разведенные. И они к нему ищут поддержку парализованного. Он ударился головой о дно. Тридцатилетний. Рост его метр девяносто. Представьте, какой он был. Красавец. И вдруг... Ну, я разберусь, он говорит. Выплыл вот он. Оно оказалось перешиблено уже. Все было. И погрузился на дно. Пять минут, семь минут мозг отмирает. Я правильно говорю? Считается так. Он был там. Двадцать минут. Ну, и когда вытащили мертвый, стоят там друзья, с кем они были. Аргузы в последний раз. Он режет. Его сфотографировали. И он нырнул. Песок, чтобы смыть. Не знал, что жизнь пойдет другая. В это время молодые были. Там какие-то муж с женой. Они говорят. Ну, попробуйте воду-то выкачать. Может, он вздохнет. И они на колено как-то положили. Его начали давить. Но кто не знал, что раздробленные. Семь позвонков. Они перерезают ему этот стол первый. С тела ему уже не подчиняется. Семь часов делает операцию. После этого еще семь часов. После этого еще один раз. Какие он муки испытал. Я не знал. Он оставил огромный пример, чтобы мы не стонали. И помолиться о нем. И вот я посмотрел у него таких бесед, роликов. Ни два, ни три. А это люди с разными вопросами приходят. У него широкий кругозор был. Но видно, как мы встретились. И как он быстро начал меняться. Он иконописис. У него грижа мой был только вот этот сустав в плече. Здесь вот так вот согнуто. И он на мышке на это двигал. И писал иконы. Он один из самых лучших. Которые их изуграфом называют. Иконы, которые писали. По всему миру выписывали его иконы. И у него на стене они висят сегодня. Видно, которые. Он по 16-18 часов каждый день работал. Он забывал все это. И когда я сказал, что есть люди, которые потерпели что-то. Он говорит, они потерпели, родились такими. Они не знают вкуса этой жизни. Ими о чем тосковать. А у него все было открыто. 30 лет было. И 17 лет на вытяжку пробежал. 47 лет. Господь отозвал его. Он оставил очень большой пример. И к нему идут люди. Он беседует. С одним беседует. Один ролик. С другим другой. И сколько таких роликов я не знал. 450. 450 бесед. Я открываю какие беседы. Люди издалека приходят. Про меня разговоры. Открываю. На угад. Про меня вопросы. Совершенно с разных государств люди. И все только про меня спрашивают. А он отвечает. Тогда я договорился с ним. Сергей, вот есть человек, который против меня идет. Ты его вызови. И скажи. Попробуйте беседовать. Я запишу. Но чтобы он не знал, что я тебя просил. И люди по сей день никто не знают. Что это сценарий заранее был написан. Он лежит только. Вот один человек. Я знаю. Прелюбодеев. Бывший шлен нашей общины. Ну. Есть такое слово подлый. Подлость течет просто с него. И он начинает всякие клеветы. Издает ролик и называет. Вал. У меня. Это с ним беседует. О чем, Сергей, ты можешь беседовать, не знаешь. У него там в своях какой? Убийца. Это все против меня. Я их кое-кого знаю. Убийца настоящего, убившего человека. Это прелюбодей. Всякое злодейство за ними. Да благословит их Господь. Да не воздаст им. Я каждый день молюсь Господи. Их безумие в судный день не помяни. Но таких-то людей. Регион, наверное. Я заблокировал только сейчас. Больше семи тысяч. Это больше, чем полдивизии. Тысяч. Которые. Хотели бы, чтобы меня не было. Вот у меня телефоны. Они везде даются. В каждой книге. Вот сегодня с утра начинает один звонить. Называет меня по имени и отчеству. Так и написано. Так что не знает, что сказать. И бьет в одно место только. Отпустите от себя Володю. Через меня удар в Володю. И опять. Звонит раз в десять. Я не отвечаю. Я телефон взял. Если он ничего не говорит, я знаю, он меня не знает. Ко мне кто звонит, даже после останавливания. Звонишь, сразу говорит. Я такая, ты я Татьяна. Хотела тебе сказать то-то, то-то. Тогда я отвечу. Я не отвечаю. Пусть он лежит. Я его не слушаю даже. Тогда они делают так. Другой телефон. А с этого, допустим, женщина звонит. Что, не отвечает? Тогда он начинает. И дальше богохульство начинает. Сначала по-хорошему. Я хотел. А дальше начинается материться и прочее. Повторяюсь. Семь тысяч. Это пол дивизии сейчас стоит. Которая только одно ищет, где меня прихватить. И Бог не отдает. Один начинает пророчествовать. За что убьют Лапкина? Убьют. Уже несколько лет это материал стоит. Если он не изменится, его убьют. Человек, принимавший крещение, потеряю. Человек. За которым когда-то я сказал слово. Убьют. Не убивают. Я занимался детьми. У нас вторая строительная. И рядом идут поезда грузовые туда и обратно. И там красный свет стоит и здесь. Здесь у них ждут, когда следующий поезд пройдет. И поэтому они стоят прямо возле нас, напротив окна. Там рядом Барате. С той стороны через дорогу я. Я в окно все это вижу. Их грабят. Арбузы, что бы ни было. А я с собаками занимался. В уголовном розыске. И однажды ночью я видел, как грабят 3 или 4 человека. Я с собаками врезался. Заставил вернуть туда холодильники. Там что они вытаскивали еще. Масла много вытащили. Товары какие-то. Я им дал слово, я вас ничего не скажу. Но чтобы вас больше здесь не было. Они дали слово. Наутро милиции меня уже узнали, что вы вернули товары. Да кто-то и вернули. Кто это был? Говорят, вы знаете. Конечно, знаю. Но сказать не могу. Эти люди уходят отсюда. А я занимаюсь здесь с детьми. Мне сразу записки. Если вы не перестанете трогать наших детей, а я живу рядом с ними, они утром стучат. Открывать не открывать. Кто? Деда, это ты здесь. А вот ты с нами, я вышел. Они, вот вы с нами беседовали о Боге. Мы хотели еще послушать. И показывать в коридоре. Ящики с виноградом один на один отойти стоят. Я говорю, первым делом, пока поезд не ушел, скорее отнесите на место, а потом будем беседовать. Это моя биография. Те, которые нападают, у них ничего нет. Показывают, я печь делаю. Показывают, там, садим что-то, пилим деревья, дороги делаем. Те, которые нападают, никто ничего показать не может. Ну что покажут Осипов? Бритый подбородок, галстук, больше ничего нет. И те, которые выступают против, у них ничего нет. В ухвале священника видно, как ерунди вы. Во рту, как горячая картошка. Слова, ну просто, рта бы не раскрыл. Против, мало того, не выдержат. Второй ролик составляют против вас. То есть они аж дрожат. Хоть тысячу составь. Не променяй это. Я глянусь, а на ком они это говорят? Вот я еду дорогой, и у нас снимаются. Это так. Влад Пинал уже хороший ролик. Он заходит со священником, договаривается. С ним едет специальная съемочная группа. Группа. Это вот этот вот аппаратик, в кулак зажать, эта группа. И тогда со священником выходит, его фотографируют. Ну понимаешь, он никогда не видел, не знает, где-то договаривался бы. Когда договариваются, когда у нас программа, каждую неделю посетить пять городов. Или пять районных центров. Пять. И вообрази мое положение. Вот я приезжаю. Здравствуйте. А кто директор? Директор тот. Так, я такой-то. Я должен себя представить. Вызвать доверие к тому, что я привез. Не предупрежденные, ни обо мнении не слышали. Росток-на-Дону. Ну большой город. Беседы. Они все собрались, слушают. Тут можно. У одной ребенка здесь, смотри, задавила машину. Девчонка маленькая, на велосипедике выскочила, прям под машину. И она глаз не отпускает слушать. Но они везде, те сказали, вот для нас сегодня праздник, столько книг, у нас такого не было. А в другом месте сразу упираются. А вот тут был о вас разговор священник, а не прихожанщий-то. Священник сюда даже не пускайте его. А он мне священник в глаза не видел. Мы едем и уже звонят. Омская библиотека. На архиереи они. Архиереи близкие с губернатором. И сказали, найдите Лапкин, верните ему книги. Это на каком уровне все это решается-то? Я приехал, я говорю, заберу. Мы потом, когда утихнет, все, мы опять попросим. Теперь в реестре книг их нет. Они экстремистки. Экстремистки? Она останавливается, директор. Михаил Кальмаев говорит. Михаил Михайлович. Нет, директор говорит, нет, это знаете, с местной епархии пришли. Она прихожанка. И сказали, книги Лапкина нам очень нужны для семинария. Для семинария. А почему же не отдать-то? И она отдает. А семинария фотографирует, мои книги он не сняет. Но считать не дает. Понимаете, сколько здесь за этим стоит. И поэтому Андрей Курайев говорит. Отношение к Лапкину было бы другое, если бы он никого не трогал. Я ему указываю, вы запустили все. Я сказал, Христос пришел к Израилю. Говорит, к погибшим домовцам Израиля. Но мы Христа можем обвинить? Не к погибающим, а к погибшим. А погибшие овцы, это где они лежат? Скотомогильник называется. У людей кладбище, это скотомогильник. Я говорю, у вас церкви скотомогильник сегодня. Люди мертвые. А Христе вообще ничего не знают. Ясно, они никак не потерпят. Ладошкой по голове крещения. Крещения нет. Человек вообще ничего не знает. Кто такой Христос? Из крещения. Я говорю, а кто Христос? Ты крестился? Ну, инопланетянин какой-то. Вообще ничего не знает. Говорят, а ты-то зачем крестишь? Ну, его в армию берут, так я товарищ его. И попы это знают. Самое злобное, самое невежественное, подлое, в одно место. А там еще самое подлое, еще ниже. Это миссионерские отделы. Группа людей получает деньги. Я говорю, вы слепцы. Миссию кто назначил? Христос. Он послал 12. Поскольку? По два. Ну, два-то вы умеете считать? Дальше избираете еще 70 апостолов. И послал по два. Так, два свидетельства. Дальше. Кирилл и Викойди приходят. Нигде по-другому не было. Зачем вы куча собрались? Они на меня нападают. Я взял, назвал их кодлые. Кодлые собаки кучей ходят, бегают, торгуют. Я вам не нужен. Вот он я где здесь. Вы... 50 тысяч 700. Такого на одного человека нигде в интернете нету. Все стороны жизни есть. И я нигде не скрываю, кто я их, как говорю, открыто. В ООН писал письма. Они меня... Ну, живьем должны взять, Боже мой, глотнуть сегодня. Ничего нету. Вместе с тобой, в первую очередь, порадуйтесь, а потом помолитесь, чтобы было как Богу угодно. Не то, что их меньше было, или что-то сделал, но что с ними такое, то... Ну, ясно дело. И Кургинс. Не, не ладно. Так. Вопросы ко мне есть? Да, можно спросить? Можно спросить? Можно спросить? Вы под роликом, где прощаются с Сергеем уже у гроба, выставили текст большой. Я вот его почитала. И там, может быть, я неправильно поняла, потому что с Виктором Андреевичем поговорили, он же у Сергея был в гостях. Он говорит, такого быть не может. Там написано, что через 9 лет после трагедии, когда Сергей нырнул, он познакомился с женщиной в интернете, Наталья зовут. Так. И они потом обвенчались. Вот это... Это из газеты взято. Я указываю. Это из газеты взято. Это прием было. Далее он из себя рассказывает. И он не отрицает этого. Я никогда не вхожу в биографию человека. Надо, он скажет. Вы написали... Я дорогой еду, встретился. И он говорит, о, здравствуйте, Наталья Тихонович. Но кто он? Я не спрашиваю. Начинаю беседовать, вижу, неправославный. Неправославный я уже определил, но я еще не спрашиваю. Дальше беседа идет, я гляжу 50, и он баптист или мормон. И беседуя дальше, я узнаю. Я не спрашиваю его веры. Деноминация, конфессия. Я говорю, нет этих слов в Библии. Это слово ересь прикрылось двумя словами. Деноминация, конфессия. Я православный, так и написано. А если говорить, я христианин, это значит еретик сегодня. Это звук, вводящий других в заблуждение. Все еретики подписываются, я христианин. Но ни один не говорит, что он харизмат. Нигде не пишут. Они лают там, ползают, кричат, и не может остановиться. Ха-ха-ха, ха-ха. И вот обязательно, у него щетина, бороды нет, щетина, как у Саши. Дальше. Адзи обязательно говорит, и сам под ха-ха-ха. Я пошел туда, хи-хи-хи, вот она вышла, хи-хи-хи, он не может. Я говорю, можешь не смеяться? Не могу, изнутри меня что-то выталкивает. Они бесноватые. Но не бесы, это люди. Я новые грани, вот вижу где сейчас, и понимаю меня, но это Господь избрал. Чтобы испытать это все, и другим тогда можно было помочь. Вот сейчас из этого чья-то рулетка, что дальше будет? Но уже практически 8 роликов, а каждый ролик продолжительностью до 50 минут. И я говорю, примерно с 10 человек, а потом один по дому будет подвинутым. Это немало. Мы молимся об этом свободе. А что этот молодой молчит? Он говорит, а когда старший что-то знает, молодой должен только молиться и молчать. О-о-о. И с мусульманами везде. А другие там, ой, я говорю, что грешники испугались-то, уедали. Ну и дальше беседа идет. Это все будет стоять. Два ролика уже стоит. То есть это новый путь. Еще одна мне стезя открывается. И я молюсь к моему брату Сергию. А там, правильно говоря, неправильно, я ни за счет не вручаясь. Я беру из газеты. Там корреспондентка пришла, и у него берет интервью. И это стоит ролик. Их таких роликов, мне надо их все до одного скачать. Поскачать это не одна минута. А потом ставить где-то. И по милости Божьей, после его смерти, я уже скачал 180 роликов. Поэтому лишний раз мне не звонить, не трогать. Я весь там, мне надо пока, его нету. Это его ресурсы, их могут закрыть, там, бросить. Мне надо скорее взять это. А от меня, тогда идет очень далеко идет. Там берут люди, копируют. Ну, у него там было, допустим, 3 тысячи подписчиков. У меня 30 тысяч. У него там сколько-то посетителей было? 100 тысяч. У меня 29 миллионов. Миллионов просмотров. Миллион, вы знаете, это тысячи тысяч где-то. И поэтому я его любил, люблю, молюсь. И хочу, чтобы его труд, бесценный труд, новых людей нашел и привлек. Его сердце привлекало людей своими страданиями. А тут некоторые уже рукой махнули, что он со мной знает. А раз он со мной знает, они его начали клеймить. Это подлые их называют. Там, в священнике, все. Подлые, в подлом смысле. Просто развращенный умом. Лежит парализованный. Такие муки терпит. И они начали его воздать. Да какая же там вера-то? Даже если он и так понимает где-то, и так-то, и как. Тихо, кротко, убедя. Они убеждать не умеют. Сразу к властям. У меня в ВКонтакте приходит и говорит, который там сегодня, говорит, на вас слышно 300 человек. Желают с вами встретиться. А поп, узнал он, разбирается в этом деле. Так, ты моя прихожанка. Сейчас придешь, открой, нажми, нажми, жалуюсь. Пять человек. Меня заблокировали на неделю. Опять. Только откроется, и половина людей меня скидывает на мой мир. Я только отвечаю, опять заблокировали. А потом этот священник вышел на меня. Стали говорить. Я говорю, да, это я делал. Я каюсь в этом. Я людей подбивал. Это подлое просто. Но это не все. Подлое самое главное впереди будет. Я их приглашаю в Потеряевку. Бесплатно им всем книги выслал. Я больше ничего не могу сделать. Это жена больная. Другой, я молюсь. Ну, что еще надо-то? И вдруг его на должность ставят там. Миссионерский отдел. Он в один день взбесился. Девять роликов наших с ним. Беседы прекрасные. Уберите эти ролики. А там он говорил, ерохиерей у нас такой злой. Это еще не так. Он сейчас на мороз меня с ребятишками выкинет. А я каждый день, по сей день, молюсь. Господи, дай ему квартиру. Я молюсь каждый день. Независимо. Это не... Вот у меня дом на строительных, на Никитина был. Я сказал, это я, если дом будет продан, я вот этому человеку отдам. Молодые, квартиры нет. А он от нас ушел и сделал собрагон. А мне говорят, он другой. Он другой, я тот же самый. И когда дом продали, сколько на риэльтор Надежда сильно потратила. Я говорю, деньги возьми, остальные отдать. Я даже к ним не прикоснулся. Мое слово должно иметь вес перед Богом. А какая у вас пенсия? Я говорю, на сегодняшний день 8141 рубль 33 копейки. Это 145 долларов в месяц. И как вы живете? Богато живу. Голодным никогда не ложусь. И десятина платится. Вот и все. Никогда не ропщите. Правители не проклинайте, а молитесь за них. Это я в интернете все говорю. Это Сергей из меня вот это все вывел. Я столько клевет в ваш адрес. Смысл ушел. Что у меня теперь неопрожимое мнение сложилось. Вы хороший человек. Еще доказательство Алтайской правды была огромная статья. У злого человека голуби не водятся. А у меня три голубятни в комнате голуби живут. Я благодарю Бога за слушателей. Хотя их уже половина осталась. Аллилуйя. Так что помолитесь. И как Бог устроит. Не забудьте на следующей неделе, во воскресенье, будет владыка. Так, я попрошу при владыке, просьба ко всем, ничего не говорите. Сидите спокойно. Где нужно, батюшка дадет знак. Если спросят. А не так, что начнем и неизвестно кончить. Купили скатерки даже, скатерти вот эти. У нас никогда их таких красивых не было. Но на сто процентов уверенности еще нет. У него внезапно бывает вызов. Он говорит, вылетел в Москву. Поэтому он с нами. Отношение его не изменилось. Вот когда мы здесь были, я рассказывал. Он из строя вышел, обнял, трижды поцеловался. Не нарушишься и все. Достойно есть околой истину. Блажитетя Богородицу. Присоблаженную и пренепоручую. И Матерь Бога нашего, честнейшую Террулин. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искрения Бога Слово Родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников. От внутренних распред беззакония, Которое втайне останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, Чтобы вы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покажутся в небрежении своем, И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога Егова. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов, Вопия. Ава, Отче! Господи, научи нас семикратно в день Прославляет Тебя за сутой правдой Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я зацепляю, упокою Господи, пропойте, А потом я совершу молитву. Да вы же упокали. Уже же пели. Давайте вечную память споем, да и все. Это вы все знаете. Вечную память. Давай там. Подай Господи Божьему Сергию. В упакове местах, злачных местах покойных, Откуда же отбегает болезнь и печаль, И пребывает жизнь бесконечная. Но это надо спеть по идее было. Дружище наш Господь и Бог. Мы предстали перед Твоим величием, чтобы восславить Твою любовь. Ты отдал для нас самый драгоценный, для Тебя Сына Единородного, который умер за наши грехи. И это все скрывается силой и это все скрывается силой вражьей. Раскрой, Господи, глаза людей, чтобы они искали Тебя. И побуди детей Твоих свидетельствовать эту радостную весть благую, что из-за них пролита Твоя причистая кровь, Христе Божий наш. Найди новые души и приготовь эту встречу, если будет здесь митрополит. Чтобы любовь Твоя просияла в нас. И брата нашего Сергия, проведи, Господи, по мытарствам, веди вечное царство навеки быть с Тобою. И чтобы его талант пророс во мне в этом деле. Аминь. Услышу, Господи, молитву нашу и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, О Владыка. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, Божий всемогущий. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, дивный наш Создатель. Прими нашу молитву о всех, запойдавших нам молиться о них, болящих, скорбящих, пытаемых. Беемых плененных, исполни нашу молитву и спаси их и помилуй. Тебе, Владыка, слава, единый во Святой Троице Господь Иисус Христос. Отец и Святой Дух, слава Тебе. Аминь. 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 Все, все, приготовьте на воскресенье что-нибудь, кто хочет так это на стол. Только что-нибудь такое повкуснее, оригинальное.